Тема урока «Воды Мирового Океана и его свойства». На этом уроке мы познакомимся с водами Мирового Океана и его свойствами. Наша Земля из космоса выглядит красивой планетой голубого цвета, благодаря наличию на ней воды. Вода — самое распространённое вещество на Земле. Масса воды, содержащаяся в атмосфере, земной коре и её поверхности образуют водную оболочку Земли — гидросферу. Развитие гидросферы Земли происходило вместе с литосферой, атмосферой и окружающей нас живой природой — биосферой, то есть другими оболочками нашей планеты. Практически все процессы на Земле происходят при участии воды, а запускает их энергия Солнца. Вода встречается на нашей планете в трёх агрегатных состояниях — жидком, газообразном в виде водяного пара и твёрдом, в виде льда. То есть по-другому ещё можно сказать, что гидросфера состоит из вод Мирового океана, морей и океанов, вод суши, рек, озёр, болот, подземных вод, а также из вод, находящихся в виде водяного пара в атмосфере. Водная поверхность занимает три четверти от всей поверхности Земли. На воды Мирового океана приходится 96% всей воды на Земле. Вода — очень теплоёмкое вещество, которое медленно нагревается и медленно отдаёт своё тепло. Поэтому океан ещё называют теплорегулятором планеты. Организмы живых существ, в том числе и человека, в своём составе имеют большой процент воды. Вода играет важную роль в возникновении и поддержании жизни на Земле. В Солнечной системе не существует космических тел, где вода присутствовала бы в таком количестве, как на Земле. Если в космическом пространстве вода представляет собой такое редкое соединение, то откуда она появилась на нашей планете? Окончательно этот вопрос ещё не решён. Существуют две основные гипотезы возникновения воды на Земле. Согласно первой, вода либо выделилась сразу во время образования другой оболочки Земли – литосферы из мантии, либо накапливалась на планете постепенно в результате вулканической деятельности. Согласно второй гипотезе, она поступила из космоса вместе с метеоритами. Основными характерными свойствами воды являются солёность и температура. Вода является отличным растворителем, поэтому океаническая вода представляет собой слабый раствор, в котором обнаружены практически все химические вещества, присутствующие на Земле. Солёность указывает на содержание солей в воде. Единицей измерения солёности является промилле. Солёность в промилле – это количество твёрдых веществ в граммах, растворённых в одном килограмме воды. Основные изменения солёности океанов и морей наблюдаются в поверхностном слое. Средняя солёность вод мирового океана составляет 35 промилле. Она зависит от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, на которые влияет географическая широта. На экваторе она составляет 34 промилле, меньше средней, так как количество воды, выпавшей в виде атмосферных осадков, превышает количество испарившейся. А в тропиках солёность выше средней и равна 36 промилле, так как здесь температура выше и осадков намного меньше, чем на экваторе. В умеренных и полярных широтах этот показатель также ниже среднего – 33 промилле, так как таяние льдов и приток речных вод уменьшают этот показатель. Наиболее солёным является Атлантический океан, а наименьшая солёность наблюдается в Северном ледовитом. Самым солёным на Земле является Красное море. Оно расположено в тропическом климатическом поясе, очень жарком и засушливом. Сильные ветры увеличивают испарение. Кроме того, в это море не впадает ни одна река. На карте солёность Мирового океана с помощью специальных линий из Агалин выделяют области с одинаковой солёностью. Температура поверхностных вод океана не одинакова. Её распределение напрямую зависит от географической широты. Чем больше угол падения солнечных лучей, тем сильнее прогреваются воды океана. Так в районе экватора средняя температура воды будет выше, чем в умеренных или полярных широтах. Также на температуру морской воды оказывают влияние океанические течения и климат окружающих территорий. Особенно высока температура воды в морях в районе жарких пустынь. Например, в Красном море вода прогревается до плюс 34 градусов Цельсия, а в Персидском заливе до 35,6 градусов. Температурные показатели воды в океане зависят ещё и от глубины. С глубиной температура воды понижается. С солнечной лучи прогревает лишь поверхностный слой. В глубину тепло передаётся вследствие постоянного перемешивания воды. В связи с этим температура воды с глубиной понижается сначала очень незначительно, а затем наблюдается её резкое понижение. На глубине около 3-4 тысяч метров температура воды держится примерно на одном уровне – 0,2 градуса тепла. Поскольку морская вода содержит различные примеси, то температура её замерзания ниже нуля и составляет примерно минус 2 градуса. Лишь в арктических и субарктических широтах происходит образование льдов, где для этого создаются благоприятные климатические условия, а именно долгая и холодная зима. Льды могут быть однолетними и многолетними. Если лёд связан с берегом, это припальный, неподвижный лёд. Если он свободно перемещается, то его называют дрейфующим. Отколовшиеся и спустившиеся в море льды айсберги осложняют судоходство. Океан велик. Большие объёмы воды, образующиеся в определённых частях океана и отличающиеся друг от друга температурой, солёностью, плотностью, прозрачностью, количеством кислорода, наличием определённых живых организмов, называют водными массами. Перечисленные свойства сохраняются в пределах всего пространства, которые занимает определённая водная масса. Между водными массами нет чётких границ. При перемешивании они могут изменять свои свойства. Водные массы активно взаимодействуют с атмосферой, отдавая ей тепло, влагу, перемешиваясь с газами, кислородом, углекислым газом. Океанологи выделяют поверхностные, промежуточные, глубинные и придонные водные массы. Поверхностные, глубиной до 200 метров, делятся на экваториальные, тропические, умеренные и полярные. Внутри этих типов также выделяют прибрежные и океанические подтипы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова